ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Среднестатистический российский автомобилист тратит в месяц на машину чуть более 10 тысяч рублей. В основном это топливо и обслуживание. По сравнению с началом весны этого года, сообщает агентство Автостад, сумма выросла почти на одну тысячу. Если разбивать автовладельцев на группы, в зависимости от размера ежемесячных расходов на авто, то самой многочисленной, почти 40%, получится категория с тратами от 5 до 10 тысяч рублей. На втором месте 23,5% менее 5 тысяч, на третьем 21,5% от 10 до 15 тысяч рублей. ТРАССА 101 В России может появиться новая автомобильная марка Солерс. Сейчас компания Солерс Авто владеет УАЗом и продолжает сотрудничество с МАЗДА, ИСУДЗУ и ФОРД. Работая под собственным брендом, фирма, по словам ее руководителей, получит независимость от зарубежных партнеров. Заводы компании находятся в Елабуге и Владивостоке. Рассматривается вариант сотрудничества с китайской ЧЕРИ. ТРАССА 101 Автоваз планирует вернуться к полноценной работе не ранее начала 2023 года. Пока в Тольятти выпускают Гранту, Ниву Ледженд и Ниву Тревел. Их начальные заводские ценники соответственно 678 тысяч 300, 806 тысяч 900 и 999 тысяч рублей. Лада Ларгус и обновленная Лада Веста встанут на конвейер при благоприятном раскладе весной следующего года. Что касается Лады Икс Рей, то скорее всего на ней будет поставлен крест. Автомобиль, как известно, имеет реношную платформу, а сотрудничество с французами прекращено. ТРАССА 101 Ульяновский автозавод начал делать машины, у которых отсутствует экологический стандарт целей евро-ноль, если использовать официальную классификацию. По европейским меркам это откат, прошлое на три десятка лет. Правда, у клиента есть выбор, покупать УАЗик с таким мотором, либо с нормальным, который соответствует евро-5. Ценник отличается на 20-25 тысяч рублей. Обнуленный двигатель устанавливается не на весь модельный ряд, а только на Хантер и Буханку. ТРАССА 101 А компания Ниссан подготовила новое поколение X-Trail для Европы. В одной из модификаций кроссовер будет оснащен полуторалитровым бензиновым турбомотором, который не связан с колесами. Двигатель нужен только для того, чтобы вращать генератор, который питает два электрических мотора. Суммарная мощность последних чуть более 200 лошадиных сил. Одним из преимуществ такого решения является мгновенная реакция на педаль газа. В России, добавлю, Ниссан по-прежнему официально продает пять кроссоверов. Цены на X-Trail начинаются от 2 миллионов 762 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин